Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих московских друзей, белорусских друзей, я покажу вам, как мы изготовим вот такую модель майского жука. Это имитация. Практически она ничем по уловистости не отличается от того майского жука, которого я изготавливал с помощью оленевого меха. Мы изготовим его в более бюджетном варианте. Поэтому я в процессе изготовления вам все буду уже рассказывать. Как он выглядит, вы уже сами видите. Давайте приступим. Крючок мы берем пайковый, это для щуки. Я взял где-то так, чтобы вас не обмануть, но, наверное, второй номер точно. И подготовили с вами определенные материалы. Что нам понадобится? Нам понадобится с вами перо. Ну, желательно, чтобы было хотя бы одно или двух оттенков. Можно и одно. Но гризли. Для того, чтобы было чередование вот таких цветов. Можно однотонно, это будет несколько хуже. Значит, жука майского можно вязать и на двойниках. Но, как вы видите, вот, у меня не получается даже из семейства лососевых подобрать так крючок, чтобы был наш жук пропорционален. Учитывая то, что мы изготавливаем приманку непосредственно для головля, так как вы просили, нам необходимо, чтобы вот место, которое мы занимаем для зацепа, было достаточно приемлемое. Поэтому желательно брать на хороший порядок больше номер крючка, так как мы материалами это полезное место заберем. Ну, и опять же, длина должна составлять где-то 2 сантиметра, потому что жуки бывают разные, ну, в общей сложности приблизительно где-то в районе 2 сантиметров. Теперь, что касается других материалов. Я сложно подобрать, но, если вы обратили внимание, то вот эта пенка используется при комплектации дисков наших DVD, CD, какие есть. И установлены вот такие вот предохранительные пробочки, как бы. Но, я имею вот такие бруски, это из спасательного жилета, которые меня иногда выручают по определенной толщине. Нам необходимо изготовить вот такую заготовочку приблизительно. Мы ее потом в процессе приведем в самый-самый надлежащий порядок. И, как видите, я вот здесь скальпелем сделал выборочку, для того, чтобы как можно вот так потом глубже посадить нашу пенку на те материалы, которые мы будем устанавливать. Ну, и соответствующий вырез в процессе изготовления я вам все объясню. Также нам понадобится антрон или суперфайн, который есть, даббинг это для сухих вот мушек, двух оттенков для грудки и для тела. Также понадобится еще нам дополнительно из вот таких вот наборов блестящий даббинг, чтобы привлечь еще дополнительно нашу рыбу. И я подготовил еще пучочек люрекса жесткого, который я изготавливаю сам и, вернее, кручу его сам. Но он должен быть достаточно жестким. То есть, вот все наши вот такие всевозможные кристалл-флэши, которые продаются, это достаточно вот они мягенькие, они не совсем годятся. Нам необходимо, чтобы был своего рода как продолжение хвостика. Как всегда, клей я использую вот такой, елевый, потому что более удобнее с ним работать. Нитка у меня порядка 6.0. Я работаю так, как материалы нам, мы будем крепить пенку, можем перерезать более тонкой нитью. Обязательно по всей длине цевья наносим наш елевый клей. До колечка чуть-чуть не доходим. Почти до самого загиба. Потом мы уже будем сами добавлять. И, как всегда, аккуратненько промотаем наше тело. Стараемся поближе витки, но если они будут расходиться, это не столь принципиально. Нить мы берем белую, так как материалы будем крепить разных оттенков. И желательно, чтобы у нас не было засветки нашей нити, которой мы работаем. Еще раз вот такими вот шагами я возвращаюсь, чтобы дополнительно прохватить наш, и создадим вот такую небольшую, как бы, неровность, для того, чтобы наш материал уже не прокручивался. Теперь с вами доходим буквально до начала загиба. Берем люрекс, о котором я вам говорил. Вот он у меня, несколько разных вот таких вот оттенков. Это будет своего рода продолжение нашего хвостика. Если он будет несколько длиннее, мы потом с вами всегда сможем отрезать. Но обычно я выбираю длину загиба, вернее, поддева, и вот к точке крепления я ставлю и подхватываю. Вот такими большими витками по всей-всей-всей длине нашего цевья. Все. Теперь мы должны с вами аккуратно вот этот материал уже закрепить. Так как у нас клей здесь остался, этого вполне достаточно для того, чтобы хорошо держался наш материал. И немножечко, как вы видите, мы заходим за загиб, для того, чтобы наш хвостик наклонился вперед. Теперь, как вы поняли, вот этот вырез мы теперь должны одеть. Но для начала я расскажу несколько вариантов. Первый вариант. Это мы крепим вот нашу белую вот такую пенку, которая у нас имеется, а потом берем наш вот такой перманентный маркер и прокрашиваем. Но так как меня просили изготовить более реалистичный этот, этого жука, я беру пластикрафию. Существуют всевозможные вот такие вот разные наборы, которые продаются или, может, уже не продаются, но продавались в интернете. Я подбираю приблизительно, ну, такого вот где-то ближе к рыжему цвету. Мы все равно с вами потом подкрасим и продадим тот оттенок, который нам необходим. Я использую всю ширину этой пластикрафии. Буквально слегка увлажнив пальцы, мы вот этот край делаем слегка вот комкаем для того, чтобы можно было вот так прямо на палец, как вы видите, слегка приодеть, чтобы потом, в дальнейшем, эта наша пленочка аккуратно подхватила нашу пенку. Не отпускаем. Держим в том месте, где скомкали и стараемся вот притяжной петлей подхватить наш материал. Подхватили. Еще раз перепроверимся, чтобы остался у нас вот такой своего рода в мятинках красивая. И теперь нам наша пенка, уже, вернее, пленка не нужна. Следим за тем, чтобы мы ее не утащили никуда. Подхватываем нашей нитью. И теперь вот уже вот это место, это вот у нас будет самая крайняя точка, где мы с вами должны ниткой подхватить нашу пенку. Чтобы было несколько удобней и более крепче не прокручивался материал, я опять промазываю нашим клеем. И, как вы поняли, вырез нам позволит при крепеже вот создать вот такую выпуклость, симпатичную, и в то же время не будет скомканности материалов. Одеваем аккуратно. Следим за тем, чтобы наш вырез соответствовал действительности. И стараемся так, чтобы материал был рассредоточен равномерно по нашему цевью. Перепроверяемся. И уже окончательно закрепим наш материал. Можно даже вот одеть, как я делаю, подхватить слегка одну половинку, потом подвести вторую, чтобы вам было более сподручно. Сильно не затягиваем. Проверяем, как будет идти наш изгиб. Меня он вполне устраивает. Еще раз промазываем клеем и аккуратно теперь закрепим эти материалы. Также мы здесь с вами должны закрепить два вот эти перышка. Давайте закрепим и продолжим. Мы с вами закрепили материал. Теперь, как обычно, или клей, или вот я использую ваксу, нам совсем немножко понадобится для того, чтобы ну как бы вскрыть те элементы, которые у нас находятся на цевье, чтобы они не просвечивались через перо. Я возьму небольшой пучок где-то оливкового приблизительно оттенка даббинга. Слегка его закрепим. Стараемся сильно не трамбовать, так как мы с вами еще создадим дополнительно ему привлекательность, когда добавим нашего люрекса. Но я покажу вам способ, где не обязательно добавлять к даббингу. Я уже неоднократно в своих фильмах показывал. Это самый минимальный расход идет нашего люрекса. Блестящего даббинга, вернее. Ну и теперь в одну закрепили и даббинговую нашу нить прокручиваем в какую-либо сторону, в какую вам будет удобно. Как вы видите, у меня немножко не дошло до места крепления. Я теперь беру совсем щепотку оранжевого вот блестящего из набора даббинга и просто вот его так закрепил. Нить не отпускаем и движемся теперь к месту там, где закреплено наше перо. Убираем даббинг, чтобы он не мешал. Это та точка, которая приблизительно должна привлекать нашу рыбу. Так как здесь пенка, мы не наносим большое количество нашего материала. Нам не нужно дополнительно еще у нашего поддева забирать пролезанную площадь. Всего жука мы можем разбить приблизительно по цевью на две части. Это вот задняя часть, здесь мы сформируем грудку и это у нас будет уже голова. Учитывая то, что слегка в природе получается задняя часть его брюшка больше, поэтому я немножечко больше половины забираю нашего цевья. Добавили. Не забываем подматывать, так как наше волокно штапельное. Вот оставили приблизительно здесь вполне достаточно. Теперь я беру два наших пера, которые мы с вами закрепили возле пенки и теперь уже я возьму немножечко вот у меня имеется вот в наборе такой белый. Совсем-совсем-совсем немножко. и наношу вот таким вот образом скомканным на то место, где мы с вами обозначили тело. Не имеет значения, как будут торчать наши бородки, мы выполняем обмотку. Желательно так, чтобы было несколько плотнее виток к виточку, потому что в дальнейшем мы это все будем потом подстригать. Удерживаем аккуратно, следим за тем, чтобы наши перья никуда не убежали. Опа! Убежала! Подхватили. И осталось нам теперь уже здесь сделать пару-тройку полных оборотов. Закрепим перо. Вполне достаточно. Теперь остатки мы удаляем. Как вы видите, ёршик у нас вышел достаточно хороший, и сама пенка будет держать тоже достаточно хорошо. Я вот так отрезаю обычно остевые части нашего пера. Все. Чтобы не повредить вот эти бородки. Теперь аккуратненько отводим назад и уже окончательно промотаем то место, где мы закрепили. Что нам теперь необходимо? Нам необходимо теперь обозначить лапки. Значит, лапки нам несколько будет сложно вот на таком вот приблизительном объеме выполнить, чтобы все шесть лапок у нас находились на грудке. Поэтому я слегка разбиваю весь этот этап на две равные части. В некоторых фильмах я уже вам показывал, я использую вот остатки пера павлина. Это достаточно хорошо себя тоже зарекомендовал, но материал не служит долго. Поэтому я буду изготавливать вот из нитки полушерстяной, которую слегка прежде чем изготавливать я пропитал вот таким лаком. Можно использовать резинки, как вам будет удобно. Поэтому я беру сперва здесь закреплю заднюю часть наших лапок вот так сразу отводим. Отрезаем так, чтобы нам это не мешало. Значительно длиннее, больше это вы уже подберете для себя сами, как вам будет удобно работать. Переходим теперь к другой части. Берем более темный даббинг, также промазываем воском, свечкой, клеем. Так как этот даббинг сам по себе плавучий, нам не будет составлять труда нашу мушку не сушить, а ловить долго. Буквально пару-тройку оборотов не забываем подкручивать наш даббинг. Следим за тем, чтобы наша нитка, которая будет потом лапками, никуда не убежала. Вот приблизительно еще добавим. здесь сама по себе грудь должна по нашей толщине быть меньше толщины нашего тела. Вот приблизительно столько нам будет достаточно. Перепроверяемся как годится. И здесь теперь мы уже можем с вами закрепить две пары лапок. Но для этого я еще сделаю небольшое утолщение, но предварительно мы с вами должны еще подготовить кусочек пенки, так как передняя часть у нас будет стыковаться с задней. также подматываем наш даббинг до первого касания как обычно и теперь уже прокручиваем. Годится достаточно. Вот теперь вполне достаточно. Берем опять наши лапки крепим теперь так, чтобы они у нас одна пара была ровна. Подведем нить к месту. Вот вот так. Потом можно будет дополнительно еще придать положение наших лапок как нам будет удобно. Вот они почти у ровно отрезаем лишнее и также закрепим следующую пару лапок. Вот мы с вами закрепили вот так лапки. Я подкрасил нить, чтобы не менять, коричневым маркером и перевел приблизительно середину вот нашей грудки. теперь нам необходимо переломить нашу пенку, посмотреть как она у нас будет лежать на цевье и обозначить место, где мы должны с вами произвести крепление. Вот приблизительно вот так. Как вы видите вот этой допустим величины будет вполне достаточно для самой спинки и задней части нашего майского жука. убираем нашу нить. Вот у нас она обозначилась. Расскажу вам сразу, что нам необходимо сделать. Нам необходимо помимо этого придать форму, слегка на косую вырезать и в месте крепления выполнить небольшой уступ для того, чтобы передняя часть могла стыковаться у нас с задней. Давайте мы это изготовим и я потом вам в процессе покажу вы поймете. мы с вами подготовили вот такую чтобы вам было видно форму с площадкой подрезали и убрали все, что нам мешает. Нить у нас находится там, где мы ее и оставляли. Мы ее не трогаем. Теперь мы с вами берем наш клей и вот этот желобок который мы специально с вами изготовили мы должны хорошо промазать вот смотрите видите капелькой раз и потом мы с вами все это аккуратненько размазываем чтобы клей проник перо даббинг верхняя часть понятное дело но без фанатизма у нас выйдет наш жук непотопляемый ну и какое-то время неубиваемый промазали и теперь аккуратно даже если у нас перо попадает это не страшно придавили перепроверим нашу пленку так как потом нам поправить будет уже нечего не как вернее и удерживая весь материал мы нашей ниткой стараемся не передавить в одной точке делаем парочку таких вот свободных оборотов и крест на крест там где мы с вами крепили наши лапки еще подхватим нашу пенку спереди промазаем еще маркером если есть у вас такая темно-коричневая нить можно поменять но учитывая то что можно подкрасить я обычно всегда подкрашиваю без фанатизма подхватываем нашу пенку следим за тем чтобы мы не нарушили положение наших лапок и теперь самый тоже важный момент мы должны с вами подобрать кусочек пенки для того чтобы закрепить переднюю часть нашей головы вот у меня имеется всевозможные такие вот обрезочки черной черной пенки я ее примеряю вполне меня она устраивает мы потом с вами придадим соответствующую форму отрезаем на косую чтобы не занимать опять же лишнее место у нашего жука и стараемся теперь уже аккуратно слегка работаем левой рукой потом перехватим так чтобы четко четко у нас над колечком значит самое важное я еще забыл вам сказать значит не берите крючок который у нас будет с колечком вниз это будет дополнительное неудобство перепроверим годится отлично все у нас хорошо никто у нас никуда не убежал теперь мы нанесем немножко клей и нужно подождать пока и этот клей и этот клей у нас схватится слегка я подкрасил коричневым маркером наш нашу пенку можно и не подкрашивать но вы уже выберите для себя сами и самое теперь важное нам необходимо вот нанести хотя бы небольшими вот такими точечками клей много не надо потому что наша пленка потом испортится совсем немножко без фанатизма берем теперь нашу пленку аккуратно так как у нас вы видите вот здесь такой карманчик вышел это нас вполне по задумке устраивает аккуратно разравниваем нашу пленку по всей плоскости охватываем нашего жука лишнее мы с вами потом уберем нить у нас находится переводим ее к месту крепления следим за тем чтобы не попали наши лапки стыка головы и тела и теперь уже окончательно закрепив нашу пленочку подровняем подхватываем следим за тем чтобы было как раз на нашем месте где мы с вами запланировали должна выйти приблизительно вот такая конструкция подождем пока клей у нас подхватится ну понятное дело это нам уже не надо мы можем удалять и понадобится нам теперь с вами совсем совсем немножко даппинга чтобы скрыть наше место это крепление чтобы пленка не мешала и следим за тем чтобы нить была соответствующего цвета совсем совсем немножко рассредотачиваем и подравниваем наши лапки вот так как мы закроем пленкой поэтому это не страшно мы теперь должны с вами аккуратно нить перевести колечку вот так вот так и вот таким движением здесь мы уже с вами возвращаться не будем колечку желательно промотать перед пленкой пенкой вернее небольшое вот такое утолщение чтобы поднять нашу пенку наверх что нам понадобится мы должны с вами обозначить теперь саму голову чем отличается самка от самца я уже не буду вам рассказывать потому что все вот эти усы и все остальное можно ставить можно не ставить это вы уже выберите для себя сами теперь нам необходимо прежде чем переломить и сформировать место нашей головы слегка добавить еще даббинга обязательно следим за тем чтобы не было скученности так как потом мы уже с вами не сможем исправить поэтому лучше добавлять материал постепенно но создадим вот такой приблизительно небольшой шарик вполне достаточно вот как заметно теперь я переламываю следим за тем чтобы наша нить была соответствующего цвета опять подкрасим и делаю вот такое движение подхватывающее раз следим за тем чтобы никуда у нас пенка не утаскивалась обязательно вот один раз легонько и теперь уже начинаем как бы продавливать нашу пенку приблизительно вот так мы должны обозначить голову аккуратно стараемся не нарушить положение лапок переводим нашу нить под пенкой и лапками вот лапки уводим в сторону и вот так аккуратно переводим нить к месту крепления нашей грудки и спинки и теперь остается смотрите только лишь вот взять продавить место крепления где у нас будет стыковаться задняя часть и передняя лишнее обрезать и закрепить давайте это сделаем вот у нас вышла такая конструкция теперь что нам нужно дальнейшее это уже только лишь ваша будет фантазия ну и понятное дело от того будет зависеть как вы захотите себе сделать так как у нас нитка пропитана лаком я беру пинцет который не имеет губок зазубрин на губках и начинаю вот таким вот образом подгибать придавая положение лапкам как я уже нимфы изготавливал вы уже видели одну вторую третью ну и так по порядку все значит процесс понятен что нам остается нам остается только лишь подождать пока наш клей хорошо схватится чтобы не нарушить вот эту всю часть я буду подстригать для того чтобы она мне не мешала но можно и оставлять вот это перо но учитывая то что мы будем имитировать нижнюю часть нашего жука нам желательно конечно вот это все аккуратно аккуратно состричь ну и понятное дело все это потом вскрыть лаком и давайте потом уже посмотрим что у нас получилось вот мы немножко привели его в порядок как вы видите подкрасили капнули лака подровняли лапки я подрезал как уже говорил вам вот перо которое у меня было брюшко вполне напоминает нашего нашего жука лапки можно еще более ворсистые сделать добавить немножко вот любого дабинга ну я считаю что для ловчей модели такой вариант пройдет благодарю вас за внимание до скорых встреч встреч Продолжение следует...